Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать всех, кто в эту минуту смотрит канал Сотник ТВ. Сегодня 3 февраля 2020 года. И позвольте похвастаться, вот и дорос канал Сотник ТВ до звезд мирового уровня. Да, да, да. Сегодня мы будем говорить о русской культуре, о путях русской духовности, об особом пути загадочной русской души. А мой сегодняшний собеседник – это фантастика. Дирижер и пианист, всемирно известный Андрей Гаврилов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Очень рад вас видеть. Здравствуйте, все, кто нас смотрит. Взаимно. Я вот уже похвастался перед нашими зрителями, что называется «шмагла», «доросла» наконец-то наша компания «Честная» до того, чтобы общаться с такими звездами мировой величины, как вы, Андрей. Спасибо, что разрешили без отчества, ну, потому что такой закон на Западе там отчество не знает, правильно, да? Именно. Да. Именно так. Андрей, я не хочу даже вас спрашивать, на чьей стороне вы в вечном этом споре Пушкина с Чаодаевым, который один русофил, другой западник. Я даже не спрашиваю об этом. Вы уехали очень давно из Советского Союза, я так понимаю, еще. А что же вас так прельстило на Западе? За какие такие коврижки вы продались? За пластинки «Битлз» или еще за что-то? Когда вы осознали, что что-то не так со страной, что-то не так с советскими людьми, каким образом это случилось? Ну, это процесс очень поступенный, постепенный, потому что ты понимаешь это не волевым решением, не одноразовым волевым решением, а это качественное изменение твоей всей физиологии, он через физиологию ходит. И связано это, конечно, с тем было, что передо мной очень рано открылся весь мир. Я с 15 лет начал путешествовать, что редко, конечно, очень было, ну не то, что редко, а, наверное, совершенно было уникально для советского мальчика. Потому что 15 лет я совершил первые гастроли зарубежные, из тех, кто уже стал регулярно выезжать за границу. А с 18 лет после победы на конкурс Чайковского моя вся активная жизнь и вся творческая жизнь больше даже проходила вне Советского Союза. И это связано, конечно, с большим очень культурным обогащением, с большой возможностью широты взгляда, охвата взглядом всего мира. Понимаете, все это происходило быстро и достаточно драматически для юного мальчика, для совсем еще не окрепшего интеллекта, не сформировавшейся личности. Факторов здесь очень много. Это, конечно, ощущение, достаточно быстрое ощущение и понимание, что Советский Союз не обладает той свободой, которая необходима для творчества. Творчество диктует свободное мышление, творчество диктует аналитический ум. Ты все подвергаешь анализу и критике, в первую очередь себя и свое творчество. И ты начинаешь смотреть критически и анализировать все вокруг. И вот этот анализ, который происходил с 15-летнего возраста, он к 25 годам моей жизни уже завершился далеко не в пользу замкнутого общества, которым являлся СССР. СССР – это супер замкнутое общество. Россия была всегда дореволюционная, достаточно замкнутая, окуклившаяся всегда, насуклившаяся по отношению к Европе и другим странам. Советский Союз довел это до экстрима. Мы часто это сравниваем уже с неприятными словами, как зона, гулаг и всякое такое безобразие, где люди, в общем, ограничены просто уже буквально стенами и колючей проволокой. Ты не можешь это не чувствовать, если перед тобой открывается мир, если ты музыкант, если ты начинаешь со всеми говорить на универсальном языке, когда весь мир становится даже не то, что твоим миром, а практически твоей колыбелью. Ты себя чувствуешь как вырастающий ребенок, а вот весь мир – он колыбель. И, конечно, очень быстро Советский Союз стал не просто местом, где что-то такое не хватало. Ну, конечно, все вы прекрасно помните, кто застал Советский Союз, что мы детьми и подростками радовались всякой материальной ерунде, которая приходила с Запада, да, пластинки, там и все прочее. Но это мелочь, конечно. Это только маленькие такие льдинки, айсберги, которые мы в детстве могли и в юности ранее чувствовать. Но когда ты уже становишься то, что мы называем гражданином мира, и не в философском смысле, а буквально материальным, перед тобой не существует уже границ. То есть твой язык, в данном случае музыка, у кого-то наука, он все границы уничтожает. Границы понимания между людьми, границы непонимания, барьеры уничтожены. Границы политические за этим тоже, которые стоят, они тоже географические, политические, все сразу падает. Ну, а потом начинается уже чуть-чуть более серьезное осознание, когда я получил доступ к свободной литературе, и когда я изучил очень хорошо литературу, философию, когда все стало на свои места, когда стало понятно, что СССР это достаточно антигуманное и преступное образование, которое преследует своей целью подчинение человека. И самое страшное, что делал Советский Союз, это обуздание человеческой природы насильно. Этого делать, конечно, нельзя ни при каких обстоятельствах, потому что это равнозначно просто медленному убийству человека. И некоторым образом даже сведение его с ума. Нельзя человеческую природу насильно обуздывать. Ее можно воспитывать. Это длительный культурный процесс. А большевистское решение сделать это одноразово, раз и навсегда насильно, привело к тому, что началось искажение человека и уничтожение человека, умирание его души. И человек стал расти в кривь и в кость, лишился истории, лишился ума, лишился понимания мира, лишился возможности иметь свое мироощущение, мировоззрение, лишился всего, превратившись в какую-то уже непонятную полубактерию, получеловек. И, конечно, все это было понятно. Ну и, конечно, заключительным, наверное, аккордом, самым страшным для меня материальным, это когда я попал тоже мальчиком в Западный Берлин и посмотрел с другой стороны. Саша, это надо было видеть. Это надо было видеть. Когда это было... Я до сих пор, это мое самое сильное впечатление, потому что это была материализация двух миров в материи, в ощущении. Ни литература, ни пропаганда, ни телевидение, ни какой-нибудь очень сильный фильм, ни поэзия, ни рассказ очевидцев. Нет, это было воплощенное в материи удивительное совершенно чудо. Чудо, когда две философии были воплощены в материи, в людях, в зданиях. И ты мог это наблюдать. Когда с одной стороны тебя провозили из части советской через минные поля, через вышки с самострелами, через солдат с овчарками, с автоматами, безликих, страшных, ну, как мы видим в самых таких хрестоматийных кинофильмах, ужасных. И вдруг, когда машина проезжала через Чекпонд Чарли, а это был основной пункт пересечения в Западный Берлин, границы к союзникам, там тогда еще так это называлось, союзник, альянс. Там, значит, была французская зона, английская, американская. Это было удивительно, ведь это совсем недавно было. И, с другой стороны, ты попадал сразу в свободную атмосферу, где никто даже не обращал внимания на эту стену, которую мы проехали, за которой были минные поля, самострелы, страшные люди, овчарки, калашниковые. А по реке основали быстроходные катера, вооруженные пулеметами, которые ты видишь, ослепляющие светом. Там же еще станция метро рядом была. И в 15 минутах хода была Берлинская филармония, знаменитая с Караяном, в которую все стремились, в которую тоже я очень мечтал попасть. И для нас это было, юных людей, для нас это было, музыкантов, знаковым событием попасть, как мы тогда ласково называли, Караян-сарай. Потому что там очень смешная архитектура, она похожа действительно на какой-то такой сарай, но с очень хорошей акустикой. И поскольку это все принадлежало хозяйству Караяну, он там безраздельно царствовал, сейчас это уже улица Караяна, то мы называли это Караян-сарай. И вот практически эту стену можно было разглядеть даже из филармонии, из этого футуристического здания. И вдоль стены стояли вышки с западной стороны, но вышки такие, как в зоопарке, когда смотришь на опасных животных. Стояли высокие столбы, как фонарные столбы. Винтовая лестница была вокруг них, с такими небольшими пролетами. И железные площадки, как для строителей, с перилами. Можно было подняться на уровень 1, уровень 2, уровень 3. И с одной перспективы, второй перспективы, третьей перспективы, посмотреть на зоопарк. Но это было гораздо страшнее зоопарка. Когда я поднялся на одну из таких площадок железных, в один из своих самых первых визитов. После репетиции в Берлинской филармонии пошел погулять. С западной стороны, около этой стены, можно было, естественно, до нее и дотрагиваться. Она была вся исписана граффити. Молодежь там все писала, естественно, свои молодежные лозунги вечные. Make love, no war и так далее. Она вся была изрисована мордами диктаторов, смешными карикатурами. И вот ты поднимался по ступенчикам и смотрел сначала на общий вид с первой площадки. Тогда можно было посмотреть только здания, которые были со стороны ГДР. И эти здания уже становились чем-то враждебным, страшным. Ты не сразу понимал, в чем дело. Потом, чуть-чуть осознав, ты начинаешь понимать, что у них были забетонированы все окна и заложены кирпичом. То есть, эти дома были слепые, чтобы люди из ГДР не имели возможности даже через стену посмотреть. Несмотря на то, что дома начинались через 100-150 метров, после этой вспаханной полосы, которая была, она была вся еще и заминирована. Потом можно было подняться на более высокую площадку и посмотреть чуть-чуть выше. И потом на третью площадку и оттуда уже посмотреть просто глаза в глаза этим самым пограничникам и солдатам, готовым к себе выстрелить с автоматами, с собаками и со всем этим ужасом. Ну, понимаете, вот это вот ощущение острой свободы, которую ты понимал на стыке двух цивилизаций, оно ни с чем не сравнимо и неповторимо. Этого нельзя даже испытать, я думаю, сейчас осталось последнее такое знаковое место, это между двумя Кореями, похожее. Но все-таки это другое, потому что, во-первых, это азиатский мир, это далеко, это не наша цивилизация. Также это, потом Северная Корея, это уже настолько карикатурное образование, которое как рудимент уже, карикатурный рудимент прошлого такого страшного остался. Поэтому, конечно, там не может быть такого серьезного ощущения, как было в Западной Берлине. Западной Берлине – это центр нашей христианской цивилизации, это центр человеческой мысли, это центр человеческой культуры был. И вот ты видел воочию и уже не нуждался больше ни в каких объяснениях, ни в литературе, ни поэзии, ни в живописи, ни в кинофильмах, ни в пропаганде, ни в объяснении, ни в профессуре, ничего. Ты просто смотрел, ощущал, сердце начинало колотиться, и ты начинал понимать, что эти два мира совершенно не могут сосуществовать. И ты прекрасно понимал, какой мир из них реальный и настоящий, а какой вымышленный и антагонистический человек. Андрей, вот вы сейчас очень интересные вещи рассказали, с которые действительно не поспоришь. Только увидев это собственными глазами, можно вас понять. А 70%, даже больше теперь, больше 70% россиян никогда не были за границей вообще. Не поэтому ли Путину так легко удается вернуть этот страшный совок и творить со страной то, что он сейчас творит? Ведь он людей расчеловечивает. И, кстати, у меня несколько раз мелькала в голове такая фраза, которую бы упоротые патриоты могли вам сказать. Ах так, Родина вас вырастила, Родина вас выучила, а вы вот так ей ответили. Ответьте им что-нибудь. Вы знаете, дорогие друзья, это будет совершенно несправедливо по отношению к моему, по крайней мере, пути в жизни. Потому что, во-первых, я хочу сказать, что мы будем стараться быть сдержанными и очень культурно вежливыми в том материале, с которым мы делимся. Потому что я очень не хочу впадать в грубость, что часто происходит. Когда говоришь об очень грубых вещах, они сами по себе очень грубые, их трудно облагородить. Грубость порождает грубость, злость порождает злость, насилие порождает насилие. Поэтому нужно быть максимально сдержанным, когда мы говорим с людьми о грубых вещах. Вот говоря, понимая все темы российские сегодняшние, мы поднимаем очень все грубые темы, потому что они все замешаны на лжи, обмане и манипулировании сознанием человека. К сожалению, это уже сложилось за целый век такая историческая традиция, когда пришли люди к власти незаконным путем, и они должны были незаконным путем ее удерживать. Это отдельный разговор. Что касается вашего конкретного вопроса, то музыка – это такое дело фамильное, семейное, келейное. Мое образование свелось к тому, что мне нужно было делать все в двойном размере. Потому что каждый поход в школу, он уничтожал все то, что моя семья создавала, скажем, предыдущий день. Мягкость, культура, понимание музыки с трехлетнего возраста. Моя музыка началась, я услышал реквием Моцарта в трехлетнем возрасте на кухне общей квартиры. Я думаю, что старики еще очень хорошо помнят, когда нашим единственным развлечением была радиоточка, которая стояла на кухне общей квартиры, и оттуда раздавались либо речи, либо пропаганда какая-то, либо, что было самое прекрасное, это передачи классической музыки. Тогда в записи еще достаточно мало передавалось. Но это я говорю о самом раннем детстве, почти на границе воспоминаний трехлетних, двух-трех-четырехлетних ребёнок. Но я помню это, я помню первую общую квартиру, где я родился на Ленинском проспекте. Мы были три семьи, где наша семья чрезвычайно интеллигентная. Отец художник, мама музыкант. Мы Гавриловы были потомственные интеллигенты строителей российской железной дороги в третьем поколении. И наши соседи были, один был, одна семья была милицейская, а вторая – гребешная. Гебешный был совершенно отвратительный пьянчуг, который напивался, я тоже это помню, когда напивался. Бегал по коридору, потом в своих галифе и кричал «всех заложу», когда напивался. Такие вот вещи я еще помню, это удивительно. Да, так вот, музыка – это династия, как правило, это династийное дело. Поэтому школа здесь совершенно не нужна. Школа, она вмешивалась своим общеобразовательным процессом с первого же класса уже пропагандой, влиянием на ребёнка. И волей-неволей каждый поход в школу, он разрушал всё, что создавала семья, и он разрушал этот мир, в котором нужно было создавать музыку и понимать, воспитываться человеком, который был бы глубоко оккультурен, неподвержен плоским чёрно-белым взглядам на мир. Это было очень… Самое тяжёлое время моей жизни – это была школа, потому что 8 лет я ходил в школу, и эти 8 лет я выполнял двойную работу. То есть был школьный день, школьные задачи, а потом была домашняя ночь и домашние задачи, когда нужно было влияние каждого школьного дня разрушить. Это, конечно, была пытка. То есть не благодаря, а вопреки всё происходило. Совершенно вопреки. Это огромное спасибо моей матушке, настоящей героине, фанатично влюблённой в гуманизм, в человека, в музыку. Это кавказская девочка, которая… Она родилась в Новом Афоне, где моя девушка был смотрителем монастыря новоафонского знаменитого. И девочка, которая мечтала попасть в Московскую консерваторию, к Нейгаузу только вот она хотела. И она в 43-м году через всю оккупированную СССР территорию поехала на поезде, ехала черт знает сколько, и прорвалась через оккупированные территории. Она попала в Москву, пришла к Нейгаузу и стала его ученицей. Вот, ну, фанатик искусства, фанатик. Фантастика просто. Какую-то… Вообще, такую историю сейчас рассказали. Я серьёзно, я просто очень удивлён. Удивительная женщина, совершенно удивительная женщина. И они оба были такая пара. А папа – молоденький солдат, который был военным художником, служил в Норвегии, служил в разных местах Европы. И который после победы вернулся, как все молоденькие фронтовики. И вот эти два фанатика и патриота гуманизма и красоты, они были обречены сойтись, встретиться и стать семьёй. Это, конечно, счастье, что Бог послал вот такую семью. И затем, почему я говорю 8 лет, потому что наша центральная музыкальная школа, она обучала 11 лет. Но в 8 классе я уже стал лауреатом в составе конкурса и получил от Министерства культуры и просвещения образование, разрешение свободного посещения экстерна. С тех пор я больше не посещал ни одно учебное заведение. Я занимался только экстерном. Значит, с 8 класса, с 15 лет я уже не знаю, что такое советское учебное заведение. Я с 8 по 11 класс был на свободном посещении в центральной музыкальной школе. Затем я, пройдя в консерваторию, уже тоже по такому льготному плану, как экстраординарный ребёнок, я на первом же курсе выиграл конкурс Чайковского, что дало мне возможность получить дальнейшее разрешение и не посещать учебный процесс. Так что я не знаю, что такое советское обучение, что такое советский вуз и практически даже уже не помню, что такое советская школа. Я только помню первые 8 лет страшных, когда приходилось работать день и ночь, чтобы остановить разрушительную тенденцию, которая была в школе. Хотя, несмотря на то, что наша школа считалась привилегированной и экстраординарной в отношении почти отсутствия пропаганды и давления такого, которому подвергались все люди в обычных образовательных школах или даже специальных школах математических, нет. Центральная музыкальная школа – это была школа под патронажем правительства. Они понимали, что это должны быть относительно свободные люди. И всегда это была палка двух концов. Наша центральная музыкальная школа в итоге подготовила всю музыкальную миграцию. Потому что как только ребенок ощущал себя свободной личностью, уже к 14-15 годам, он моментально уходил в конфликт системы. Это была такая опасная игра наших спецслужб. Они, с одной стороны, понимали, что иначе не сделать этот золотой экспорт советских музыкантов, которые просто громили за рубежом все так называемые школы и пианистические, скрипичные, вокальные, какие угодно. А с другой стороны, конечно, все это, как сейчас говорят, отварительное слово, курировалось бесконечным количеством этих самых чекистов. Они были фильтрированы и в школу, и в консерваторию, и повсюду, где мы только не появлялись. И тем не менее, поскольку нас, малыши, готовили на экспорт, да, мы были цыплята на экспорт. И эти, когда цыплята становились на свои лапки, и начинали чуть-чуть думать своей куриной головой еще, но они сразу понимали уже, в чью пользу надо делать выбор. И здесь КГБ обычно либо делало тебя на всю жизнь невыездным, это когда они уже видели большую опасность, либо они все время играли в кошки-мышки с человеком, доводя его, в общем, тоже до полупомешательства. Они так практически отправили на тот свет всех наших значительных музыкантов. Так, например, Эмиль Гилельс, Давид Острах, они все скончались от сердечных ударов инфарктных после провокации чекистских. Это были люди уже своих где-то, да, в середине 60-ти, они всю жизнь уже так надергивались за свою жизнь. С Гилельсом вообще, Сталин еще играл в кошки-мышки, до конца, потому что он был сталинским экспортом, это было еще более опасно. И эти несчастные люди проходили вот все эти мучения, бесконечное хождение на острие ножа. И, конечно, в связи с невероятными нагрузками концертного музыканта, когда у человека память полностью подвергается бесконечной эксплуатации страшнейшей, вся нервная система, вся физиология, потому что ты должен быть на людях бесконечно... постоянно в спортивной форме великолепной. И при этом еще использовали все свои эмоциональные силы, все душевные силы, духовные силы, интеллектуальные силы. Это чрезвычайно сложный процесс. И поверх этого еще человека сломать ничего уже не стоит, поскольку он все время в таком напряжении, как натянутый нерв, натянутая струна. Большой человек в искусстве с большой ответственностью, особенно в искусстве исполнительства. Его сломать физически ничего не стоит. Достаточно добавить одну маленькую провокацию. Там, кажется, Остраху подсунули валюту дома, сделали обыск. И один сердечный удар, второй сердечный удар – нет Остраха. Точно так же ушел Гиллис, у которого сердце не выдержало. И многие-многие другие. Я уже не говорю о тех, кто просто покончили с собой. В общем, экстраординарная фигура тотчас становилась такой политической фигурой на шахматной доске, которую двигали туда, туда, туда и… Именно. И никто, как всегда, по жесточайшей страшной русской традиции, никто не заботится о жизни человека. Жизнь человека – разменная монета всегда в тоталитарных государствах. Это очень страшно. Потому что люди к этому привыкают достаточно быстро. Так и все не будет. А прокомментируйте, пожалуйста, как-нибудь такую новость. Концерты саксофониста Игоря Бутмана в Соединенных Штатах Америки сопровождают протесты из-за его позиции по Крыму и Украине. В общем, искусство и политика – две вещи несовместны? Или все-таки приходится и даже вам совмещать как-то это? Искусство и политика – две вещи нераздельны. И я вам скажу почему. Потому что великое искусство – это великий гуманизм. От этого это знак равенства строительства. Гуманизм или влияние? Нет. Только гуманизм. Что значит влияние? Искусство – это стремление к идеальному. Это стремление человека сознательно или подсознательно выраженное к идеальному. И поэтому человек отдает искусству жизнь. Как говорят в клише, кладет на алтарь искусство. Это не молох, а алтарь служения, то, что мы называем Богом, высшим разумом, высшей гармонии, высшей справедливости. То, что заложено в нашей душе – самое ценное, нежное, прекрасное то, что нас делают людьми. И мы, творя великое искусство, мы приближаемся и сами, и приближаемся всех, делясь искусством, приближаемся всех людей к прекрасному гармонии, к всеобщей любви. Ко всему, что мы прекрасно знаем, ко всему, что мы любим, ко всему, что мы хотим. Но из-за бесконечного количества глупых людей, которые присутствуют у власти, все эти наши стремления превращаются в хаос. Хаос, который регулируют недобросовестные люди. И все время из-за этих недобросовестных людей, которых, к сожалению, большинство в правящих структурах, иначе туда другие не попадают, к сожалению. Дело в том, что правители, как правило, приобретая власть, они удовлетворяют свои очень низменные инстинкты. Власть – это вообще очень низменные инстинкты. Человек самодостаточный к власти не пойдет. Он будет создавать и делиться созданием в любой области, в которой бы он ни трудился, созданием рук своей. Потому что самое прекрасное для человека – это сделать счастливыми людей, которые тебя окружают. И это тоже все прекрасно знают. Скажите, Андрей, а вам жаль тех людей из области искусства, которые в России живут и которые вынуждены, а может быть, по велению из собственного сердца поддерживают линию партии и правительства нынешнее? – Саша, понимаете, сейчас нет людей искусства в России, и быть не может. Вот вы же… Это ремесленники. Это простые ремесленники, потому что у них нет гуманизма. Нет гуманизма – нет искусства, остается только ремесло. Это все очень просто. Здесь не надо быть семи пядей в обувь, чтобы это понимать. Понимаете, мы ведь сейчас несколько минут назад говорили о моем студенческом становлении, когда я начинал понимать, что это два антагонистических мира, и если мы уже станем говорить совсем грубо, то один черный, а другой белый. Дальше мы уже можем говорить, что везде все недостатки, человек везде человек. – А как же полутона, Андрей? – Все полутона уже потом, понимаете? Сначала нужно смотреть на главное, надо смотреть в корень. – То есть ты на стороне добра или на стороне зла? – Один корень ядовит, другой корень питающий. Не будь ядовитым корнем. Ты не имеешь ничего в будущем и в настоящем, и в прошлом. То есть твой корень ядовит. – Ну вот смотрите, Андрей, вечный спор. То, о чем еще Булгаков написал, двум богам служить нельзя. Но, тем не менее, вот та же самая прекрасная актриса, Чулпан Хаматова, она вдруг становится доверенным лицом Владимира Путина. Она за него агитирует, или не прямо агитирует, а опосредованно как-то, ну своим лицом, с самим фактом, что она его доверенное лицо. И вот уже люди за Путина голосуют и так далее. Или там другие, скажем, театральные деятели, совсем уже крупные режиссеры, они тоже. Тот же самый Виктор Анатольевич Шендрович. Он говорит, они вынуждены. Они вынуждены, они спасают театр и так далее. Насколько это вообще… Дайте этому оценку, как-то, не знаю, отреагируйте на это. – Это чрезвычайная пошлость и отвратительная лживость. Это все настолько многое описано в литературе. Ведь есть замечательные лаконичные документы. Скажем, письмо Томаса Мана в нацистскую Германию. Уже когда она была разгромлена, и когда его приглашали возглавить возрождение новой Германии, он даже на это уже не мог пойти, поскольку… А Томас Ман – человек глубочайшего гуманизма, великого интеллекта, представитель замечательной немецкой культуры немецкой, достаточно глубокой. Это тот человек, которому мы можем доверять. Правда? Таким людям, как Томас Ман, мы можем доверять безоговорочно. Потому что они всей своей жизнью, всей своей творчеством, литературой, философией, великолепным владением языком, великолепным обрамлением золотых мыслей в слове… Они уже умерли, к ним уже не может быть вопросов и сомнений. Мы их не можем уже подвергать сомнительному анализу. Мы знаем их золотой вклад в мировую культуру, мы знаем их золотой вклад в сокровищницу гуманизма, и в сокровищницу искусства, и в сокровищницу богатства души человека. Поэтому Ману мы доверяем. Достаточно взять в Гугле и набрать письмо Томаса Ману. Больше ничего. Сразу вам Гугль выдаст это письмо на всех языках и во всех переводах. И Ман там все объясняет. Прочтите это письмо, и оно все вам объяснит. Это все очень просто. Это займет у вас 15 минут у компьютера. Вы пообщаетесь с великой душой, прекрасного Томаса, который все расскажет в этом письме самыми благими намерениями, поскольку уже разгромлен Рейх, уже нет никакого Гитлера. Кажется, это письмо ему было написано в 1946 году, когда хотели люди возрождать и стали возрождать Германию на новых принципах. Но Томас отказался. Почему? Прочитайте. Это будет очень полезно. А что касается тех фамилий, которых вы упомянули, Сажа, это люди, которые к искусству никакого отношения не имеют. Так, Чулпан Хаматова не имеет никакого отношения к искусству? Разумеется, нет. Во-первых, Чулпан Хаматова – актер. Это человек подневольный. Это человек, который своего лица не имеющий. И не может иметь. В силу своей профессиональной заточенности. Актер может стать великим человеком искусства только именно и тогда, когда он поднимется до высот гуманизма, вырастет, перерастет актерскую сущность актера-марионетки и станет большим человеком, к мнению которого уже можно будет присутствовать. Называется «не в игре, а над игрой». Вот так. Это уже будет человек культуры, а не… Не цеха, не цеховой человек. В самом слове «актер» уже заложена суть этой профессии. Он играет. Лицедейство. Лицедейство. Совершенно верно. Это не самостоятельная фигура. Актер становится самостоятельной фигурой, когда он перерастает большое количество стадий развития человека и доходит до высот гуманизма. Таких актеров по пальцам. Посчитать за всю историю. Это может быть в Америке. Это Орсон Уайлз, ставший режиссером в Европе. Ну, может быть, отчасти это Марлен Дитрих. Вот такие, понимаете, личности, которые становятся уже настоящими членами семьи мирового искусства. Я бы еще Чаплина назвал. Чарльза Спенсера. Ну, да. Но Чаплин все-таки изначально уже был самостоятельной величиной режиссерской, писательской. Он уже начинал сразу. Он, в общем-то, почти не работал просто как актер подневольный. Это был уже совершенно другой калибр. Ему даже не надо было расти, переходя вот эти все стадии. То есть этот человек уже был рожденной самостоятельной личностью. Это был уже рожденный... Да, самостоятельная величина такая, которая просто потом зажглась и все. Уже к позднему тинейджерству это был уже сложившийся гуманист. Понимаете? Поэтому я Чарльз специально не упомянул в этом ряду. А именно вот Марлен Дитрих, она начинала как кабарешная певица и танцовщица. И такой она, в общем-то, и оставалась в своей сути до последнего. Но как она выросла как гуманист, как человек, как душа, она стала символом свободы и красоты. Вот это был рост. От марионетки до... От танцорки кабарешной до великого гуманизма. Поэтому я говорю в первую очередь о таких людей. А что касается какого-то там саксофониста или, не знаю, эстрадного певца, локального, не сбывайте, что Советский Союз и постсоветское образование – это глубоко провинциальная страна, которая почти никакого отношения не имеет к мировой культуре. Как же? А Пушкин, Достоевский, Толстой? Как? Вот сейчас на вас сейчас налетят? Нет, я же говорю о советской-постсоветской, о советском-постсоветском образовании. Пушкин, Толстой, Достоевский – это люди, которые были у истоков еще создания золотой культуры российской, которая, по моему глубокому убеждению, так и не сложилась. Слишком короткий отрезок. Что такое культура? Культура – это глубокая индивидуальность, выразившая себя в той или иной области культуры, которая опирается на глубокие национальные традиции. У нас этого нет. Ну как же, вот даже по композиторам пройтись, Глинка, например, Мусоргский. Ну что ж. У нас нет глубоких национальных традиций. Мы только начали складываться в XIX веке. Это был взрыв, начало культуры, откуда культура должна была пускать глубокие корни. Не забывайте, что в XVIII веке у нас еще практически ничего не сложено. В постпетровские времена культура наша претерпела невероятную ломку. Такую большевистскую уже ломку, когда все начало создаваться волевым, насильственным методом. Все эти царско-сельские выпуски, все, что начало только-только нарождаться, это же были люди годов рождения конца XVIII века. Это же были люди 1780-го, Пушкин 1799-го года рождения, тысяча человек XVIII века, XVIII века воспитания, человек неопределившийся, не имеющий глубоких культурных корней. Он их только нащупывает своим творчеством. Это щенок, которого новое волевое решение правителей России образовало по западному образцу и подобию, дав ему прекрасное образование, но не обладая возможностями дирижировать историческими процессами, процессами временными. Поэтому Пушкин это такой щеночек еще, который нащупывает только свою культуру. Тут я соглашусь с вами, потому что это было очень похоже. Это с одной стороны язык державина, такой высокий штиль, и с другой стороны кабацкий штиль Баркова. Вот между этим он, собственно, и лавировал, и нащупывал, действительно, да. Ну, понимаете, и державин и Барков тоже, это же все очень недавно. Понимаете, друзья, для культуры это очень мало. Если мы говорим о какой-то настоящей культуре российской, о наших корнях, с которыми мы можем себя идентифицировать, мы должны пойти в Новгород древний. А больше того, мы должны пойти в древнеславянские племена, и вот оттуда искать свою идентификацию. Ведь чем прекрасен Мусорский, чем он стоит особняком, как эверест русской культуры, потому что он подсознательно нащупал, он в своей музыке отразил не христианскую Россию, он в своей музыке отразил не Россию XIX века. Она для него так, в его музыке она просто промелькнула, Мусорский обладал таким дарованием, равным которым я рядом с Мусорским могу заставить только Баха. Потому что у него широта его охвата, в музыке взгляд, сознательно. Потому что сначала, я думаю, что это было на подсознательном уровне, какая-то генетическая комбинация фантастическая в нем сыграла. Потому что он музыкой начал обнимать Россию от диких славянских племен до России будущего. Его знаменитый конец картинок с выставки, где он представляет Россию и будущее. Сначала у него два последних номера в картинке с выставки. Это Баба Ига, а Баба Иге это же только название такое, потому что оно было вызвано картинкой Гартмана покойного, который послужил спусковым крючком к идее картинок. Смерть его близкого друга. И Мусорский два последних номера делает. В Бабе Иге он дает все негативные черты русского народа. Вот эту русскую кровавую вольницу. Гой, да, гой, да, гой, да, гой. Кошмарный кабак, каторг, все эти фейтки каторжные, финочные люди, которые под четвертой ребро тебе суют металл с удовольствием, с ухмылкой. Страшная русская вольница. Кровь. Он это все там охватил. Когда вы послушаете Бабу Игу, вот я недавно делал новую совершенно полностью ревизию записи, в прошлом году сделал на своем же собственном лейбле, где я раскрываю все смыслы. Если вы послушаете, вы там увидите Путина, Захарову. Потому что там есть вот эти вот русские, исключительно присущим русским негативные черты. Вот это ерничество, злорадный смех над поверженной жертвой. Мало какие народы до такого цинизма доходят. Уж если русский пошел вниз, то он дойдет до самого дна. Если он пойдет наверх, то он дойдет туда, куда еще, может быть, никто еще не доходил. Но пока движения вверх нет. Так что я хочу сказать, что Мусорский девятым номером предпоследним дает все негативные черты Бабу Игу. У него в каждом такте он показывает, меняет разные негативные черты. От скачущих опричных этих самых гиконей до ернического смеха, до всякого издевательства над плотью, над духом. Это все настолько выражено в музыке, но невероятно. Послушайте, не поленитесь. И следующим номером к этому примыкают Киевские ворота. Где показана золотая Русь, где Мусорский в теме, которая олицетворяет его, это прогулка. И она становится в звоне золотых колоколов, он летит над Россией, которая уже вся светится золотом, гармонией и любовью. Вот, когда он увидел там сегодняшних наших братков в Бабе Иге, то, наверное, будучи пророком, он увидел то, что мы сейчас не видим. Вот эту вот золотую Русь. Как она родится, в каких муках, не знаю. Но Мусорскому я верю. Но так я хочу сказать, что они только все эти, наши прекрасные люди, они только зарождались. И 17-й год их взорвал. Возорвал, понимаете, в нашей культуре без года недели. Она себя не успела даже идентифицировать, она не успела выкликать. И тут же пришли Шариковы и начали стрелять в затылок. Были взрывы только золотые. Сначала взорвался Пушкин и создал русский язык, на котором мы разговариваем. Потом взорвался Чайковский и создал русскую музыку настоящую. Потому что до этого она была такая призворная, вся еще в немецком традиции. А сейчас у нас Бузова. Бузова наше все. Взорвался в Мусорске, как атомный, со знаком плюс, взрыв. И дал своей музыке за свои 42 года жизни всего ничего. Он за это время дает взгляд от пра-пра-пра наших пращеров славянских, которые прыгали через костер, до России и будущего, которую мы еще не видим. И вот начала взрываться русская культура, этой красотой золотой. И тут же она была серпом и молотом. Серпом обрезана, молотом вбита могила. Андрей, последний вопрос. Очень тяжелый лично для меня. Я думаю, что нелегкий для вас. По какому сценарию дальше будут развиваться события в России? На ваш взгляд, что вы видите? До чего дойдем? Вы сказали, есть путь вниз, есть путь наверх. Пока что этого пути наверх не видно. По всей вероятности, что-то будет. А что, к чему готовится? На ваш взгляд, взгляд художника. Вы знаете, Саша, здесь я не хочу быть тривиальным. Потому что, как там говорят, гнать чернуху легче всего. Распад, развал, вымирание, суперрадиация. Все померли, все друг друга полбивали. Хорошо. Это да. Но это сам такой схематичный. Такая курочка ряба черная. Не будем об этом говорить. Уже слишком сам на поверхности. Но все-таки заглянем в глубину души российской. Там есть гигантское количество идеализма, который сейчас не виден. Который сейчас забит. Который сейчас затоптан. Который сейчас унижен. Человек сейчас русский находится в глубочайшем унижении. Он находился в унижении уже 100 лет. В 1991 году он потерял свою мечту. Еще унизился. Потому что мечта была хорошая. Многие люди в эту мечту верили. Другое дело, что для людей, которые могли с 15 лет, как в моем случае, обнять весь мир, побывать в Западном Берлине, увидеть своими глазами, где что, все самому взвесить и стать уже самодостаточной личностью в 16 лет. Но это подарок судьбы уникальнейший. И, наверное, я просто вообще был единственный такой во всем. Ну, один случай там на 100 миллионов, наверное. На 300 миллионов. Да, на 300. Бери больше. На 300 миллионов один случай. Поэтому не берем. В мой случае не берем вообще к рассмотрению. Люди верили. И до сих пор. Недавно сажусь. Два года назад я делал турне по Украине. В Харькове сажусь к таксисту. И он молодой, моложе меняющий. И все равно у него это боль потери Советского Союза. Потому что он говорит, мы верили. Моя бабка с дедом, у них было две коровы. Они, значит, сразу обеих коров отдали большевикам. Потому что хотели сразу влиться в справедливое общество. Народ так это понял. Кто принял, так это принял. Были две коровы, двух коров отдали. Потому что поверили. Люди простые, чистые. Поверили. Отдали двух своих кормилиц. Потому что им сказали, что теперь мы будем все вместе. Все друг друга кормить. Все друг за другом стоять. Это страшное предательство. Наш народ осмысливал 100 лет. Почти 100 лет. В 1991 году он потерял это. Эту мечту. Это сильнейшее унижение. И дальше. 91, 92, 93, 99, 98, 2000, 2001. Унижение за унижением. Втаптывание в грязь всего, что есть святого у человека. Бандитист. Торжество несправедливости. Все на глазах. Открыто. Наш человек сейчас фрустрирован, уничтожен, унижен в зол. Это естественная реакция. Если тебя топчут и плюют тебе в рожу со смехом, другой реакции быть не может. Поэтому давайте не будем торопиться с прогнозами. И не будем примитивными. А попробуем обнимать все это пространство. И я еще раз хочу сказать. В русском человеке есть идеализм, которого нет ни в одном народе. И если дать этому идеализму вырасти, то вырасти то, что Московский показал в десятом номере. Золотые ворота. Спасибо большое. Со мной на прямой связи по скайпу был Андрей Гаврилов. Знаменитый дирижер, пианист, большой-большой-большой художник. Я думаю, Андрей, мы с вами не в последний раз общаемся. Я же смогу вас еще затащить на интервью на наш канал. Что касается человеческого желания, то да. Но там уж Бог располагает. До свидания, мой дорогой. Спасибо огромное. Это был Андрей Гаврилов. Смотрите Сотник ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...